И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодня вот первые февраля, день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, чем я вас всех поздравляю. На этой сельмице очень много знаменитых святых, но я хотел побеседовать о той великой подвижнице, которой часто обращается наш народ, к блаженной Ксении Петербургской. Блаженная Ксения Петербургская жила в 19 веке. Ее муж Андрей Федорович был певчим. Вот эта семья была настолько счастливая, настолько радостная, что всегда смотрели на эту семью. И многие брали пример с этой семьи. И вот случилось несчастье. Муж внезапно скончался, и Ксения осталась одна. На похороны Ксения появилась в его одежде. И стала говорить, что Ксенишка моя умерла. Она стала себя называть мужским именем и называла себя Андреем Федоровичем. И она настолько пошла, что она пошла в еродство. Родители, ее близкие люди стали ее уговаривать. Но блаженная Ксения, она думала о своем муже. И действительно, вы знаете, ее воспринимали все вокруг, ну, как больного человека, как эродио. Но на самом деле она была здоровая, умная женщина. Только она это еродство принимала для спасения души мужа, который ушел из этой жизни. Потому что многие знают, что если соединил Бог мужа и жену, то они должны остаться вечно вместе. То есть не только в этой жизни, но и в будущей. Все над ней смеялись, даже дети, даже бросали камушки в ней. А она была настолько, показала свое смирение, что все, что ей не жертвовали, она тут же раздавала. И она даже говорила, что Бог птицы небесные кормит, они птицы ни о чем не заботятся. Так и я тоже буду, как птицы небесные, да и Господь меня покормит. И Господь действительно ее помогал. И когда увидел Господь ее смирение, ее терпение, то, что она поносила со стороны людей, то Господь дал ей дар. И она стала предсказывать очень многим семьям, чтобы укрепили семьи, чтобы были хорошие дети. И действительно, она делала очень много для людей. Вот так это продолжалось долго. И вот после того, как она скончалась, на ее могиле приходили, по горски земли брали, приносили в своих домах. И действительно, это так продолжалось, это очень долго. Вот и до сих пор продолжается, кто к ней обращается, она всегда помогает всем. Если мы подумаем, дорогие братья и сестры, на самом деле, ведь эта святая, она была очень разумная женщина, но она стала, стала иродивой для того, для нас, для того, чтобы нас тоже помочь, нам привести к Богу. Поэтому, вы знаете, давайте будем обращаться к блаженной Ксении, которая так много помогала. И в царское время она тогда сумела воспитывать людей, чтобы люди обращались к Богу, чтобы ради нее воспитывали своих детей, и дети стали хорошими, добрыми, счастливыми и радостными. Поэтому я хочу поздравить вас с памятью блаженной Ксении Петербургской. Пусть эта блаженная помолится за каждую семью, чтобы Господь помог каждой семье воспитывать своих детей и укреплялась семья, потому что столько у нас сейчас разводов, вы знаете, никогда столько не было. Давайте будем молиться, потому что без Бога, без Его помощи, без таких людей, как блаженной Ксении, знаете, нам трудно жить на этой земле. И пусть блаженная Ксения поможет нам всем, и пусть благословение будет над нами всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Душевая Господа